Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это у нас лесорубы любили раньше это делать дочь Потому что он готовится очень долго И утром они всё равно топили дом В печку И утром они перед тем, как уходить на работу Они туда всунули в духовку И в течении дня он готовился Они вернулись вечером и еда была готова То есть лесорубы уходя Рубить лес В печечку и уходят Соответственно нам нужно сейчас в самом начале У нас будет ещё второе блюдо Да, я правильно понимаю? Но начать нам нужно с того, что мы поставим в духовку. Да. Для начала, что нам нужно? У нас есть брусника, да? Да, но это потом используется. Это правильно. Нам нужно три разных вида мяса. Три разных вида мяса, соответственно. Это у нас свинина, говядина и баранина. Свинина, говядина и баранина. А какое, кстати, мясо является самым популярным в Финляндии? Ну, я думаю, свинина. Свинина, да? Свинина все-таки, да. То есть на хуторах, на финских? Ну да, это самое такое оптимальное мясо. Баранины у нас вообще нету, ну практически. Ну очень мало. Значит, вот мы берем. Вот, сначала порежем туда лук. Давай, сейчас мы достанем доски. Давай, давай. Вот берем. Скажи, а как часто тебе удается готовить вообще, Вит? Я вообще стараюсь готовить всегда, когда есть возможность. Это мой любимый такой хобби. У тебя хобби готовка? Да, я готовлю. У меня такая странная вещь появилась где-то в 19-20 лет, что я умею готовить, если я попробовал чего-то. То есть не знаю, как. То есть ты попробовал какое-то блюдо? Какое-то блюдо, какое-то. И все, я знаю, как его готовить. То есть у тебя, ты вот через рот, ты сразу рецепт принимаешь, да? А я просто вот так сушился. Так, давай. Ты нарезаешь лук просто полукольцами, да? Да, такими. И сразу вот сюда. Мясо мы режем? Да, конечно. Сейчас будем. Давай тогда я буду резать мясо. Скажи мне, как только. Ну так, довольно такие большие куски. Вот смотри. Вот такими вот кусками или... И вот еще вот такие. И вот такие вот, да. Хорошо. Чеснок, обязательно чеснок. Обязательно чеснок. Потому что это вот в такое время года, надо чеснок как можно чаще есть. И что, и прямо можно класть? Да, это перемешка все или потом, или слоями? Все туда, туда. Можно туда сразу класть? Да, сразу. Слушай, ну и какие коронные блюда в твоем исполнении? Ну я люблю все готовить. То есть я особо люблю вот всякие экзотические всякие там... Экзотические блюда? Да, да, да. Не обращай внимания, это звонят из финского посольства. Голодные они там уже? Конечно. Да. Так. Вот туда чисто. Слушай, ну подожди, ты же в 19... Я правильно понимаю, что ты приехал в Ленинград, когда тебе было 19 лет? Да. 1991 год. Первый год. Вот представьте себе, и ты не знал ни одного слова по-русски? Нет, я знал два слова, я выучил в поездной, да и нет, со словарем. Думаю, что хватит. Да и нет. Да и нет, со словарем. Да, это все просто. Ну нормально. Так, ну и вот ты приехал, ты знал два слова, да и нет. И мне дали, в институте дали какая-то бумага, которую я потом понимаю, что это были талоны. Но для меня непонятно была эта вся история. 90-е талоны на проезд... Нет, 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 на продукты. На питание, да? А я думал, что неужели такой гуманный институт, что всем студентам бесплатно дают какие-то продукты. Я пришел в магазин и сказал, вот дайте мне, пожалуйста, а это все. И мне выкнулись из этого магазина. Да. Они сказали, все ты сказал? Да. Ну ты же поняла продукты, да? Да. Да, все. Ты же вообще очень спортивный человек. Я читал в интернете, ты занимался сразу пятью видами спорта. Да, я очень много. Очень много занимался спортом. Да. Почему вдруг ты решил стать русским артистом, Виль? Нет, я не решил стать русским... Русским артистом не решил. Не решил? Я решил стать актером. Потому что у меня было... Вот с детства у меня был... Я играл в хоккей, спорный в Финляндии, в молодежном. Да. И вот этот самый... У меня была мечта. Я решил, что я зимой буду играть в НХЛ, а летом в Голливуде. Ну правильно. Ну да, да, да. Все логично. Мне было 12 лет тогда. Зимой НХЛ, летом в Голливуд. Да. Все очень хорошо, да? Да, да, да. Потому что летом-то не играет? В хоккей летом не играет. Ну да. Нет, но есть несколько человек, которые в ластах. Ну и кино, ну как-то нежелательно зимой снимать. А кино в зимой, ну а что там какие-то в Голливуде? О чем там зимой снимать? Вот. Прости, пожалуйста. Да. Я просто, чтобы рассказать, что происходит. Мы порезали кусками мяса. Сейчас ты берешь лимон. Лимон и просто, чтобы это самое... Залить мясо лимоном нужно будет? Да, да. Косточки-то брал. Смотрите, как все. Вот так вот. Вот прям вот быстро. Что еще нужно? Давай, морковку нужно туда? Нет, туда, сюда просто вот всякие травки можно туда порежать. Вот. Вот прямо с самого начала, да? Да, да, да. Вот розмарин. Розмарин. Туда надо еще петрушку мы можем. Слушай, а есть различия между кухней финской, карельской? Нет. Есть в Финляндии, а есть несколько районов. Так. То есть в Карелии, ну мы считаем, что это одно район Финляндии есть. То есть это... Ну правильно, конечно. Восточный. А имбирь сюда чуть-чуть. Давай, давай. Слушай, подожди, ты хочешь сказать, что в Финляндии имбирь есть? Да. Я имею в виду, что ну вот это же старый рецепт, лесорубы. Где они брали лесорубы имбирь? Ну лесорубы, ну там растет. Растет. Наверху. Ну естественно. В горах. В горах растет имбирь финских. Конечно. На деревьях? Ну конечно. Лесоруба подходит, вот так вот висит. Вот, кстати, это просто и так... Да, нет. Ножничками манитюрными. Нет, просто так не дойдешь, он високо там висит. А, совсем уже. Да, да, и он висок. Поэтому мы не рубили дерево. Чтобы достать. Я засыпаю? Да, да, да. Слушай, подожди, еще выводы травки или нет? А туда еще можно это самое, укроп. А, давай укроп. Да, да, да. Много, да? Или вот так? Вот, 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 поменьше, поменьше. Смотри. Это же не салат, мы не салат селим. Да? Ну так же, я так понимаю, что... Слушай, нужно кипятинку поставить. Поставить чайник? Чайник, да, да, да. Чтобы он... Ты можешь называть его кипятинку. Надо быть горячее, горячее. Слушай, ну вот расскажи, я честно не понимаю, девяносто первый год. Ну? Ты приехал... Не знаю. А как ты... Я, поскольку у нас программа про еду, что ты ел-то вообще? Вот как? Ничего. Ничего? Я тогда худел специально. Я худел за... За четыре с половиной месяца я худел пятьдесят килограмм. Пятьдесят? Пятьдесят килограмм, да, ровно. А весил ты до этого? Сто четыре килограмма у меня был игровой вес. Ну, хоккейный. Сто четыре килограмма. То есть, когда ты ехал, ты не тормозил? Да. Тормозили ворота? Если я кого-то поймал, то мы в баку. Ну, да, очевидно, конечно. Редко поймал. Ну, да. Ну, вот. И вот я решил, после того, как я закончил спорт, я решил попробовать, сколько можно худеть человек. Хорошее, интересное занятие. Да, интересное. Занятие, да. Просто посмотреть, насколько может похудеть человек. Я знаю, что меньше, чем пятьдесят четыре килограмма из меня не получится. Ну, никогда в жизни. Пятьдесят четыре? И ты весил пятьдесят четыре килограмма? Да, да, да. Ну, когда я поступил в театральный институт. Вот. Подожди, мне рассказывали, я же тоже учился в этом институте. Да. И мне рассказывали, такая ходила легенда про прозрачного финского мальчика, который в начале девяностых выходил из-за шкафа. Да. Призрак финского мальчика. Подожди, пиво? Да, пиво. Хорошее пиво? Да. Хорошее финское пиво? Да, говоришь, да. Подожди, сейчас мы... Открой. Подожди, подожди, подожди. Дальше начается самое сложное. Да что ж такое? Да, я открою так. Я так открою. Глазом? А, монеткой? С зажигалкой. С зажигалкой? Вот. С телефоном. Да нет, с зажигалкой. Мобильным телефоном не надо открывать. Хотя бы я посмотрел. Оп. Вот так вот, друзья. Он и освоился. И что? Нет, 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 подожди, подожди. Сначала надо... А, это надо выпить? Можно попробовать? Упс. Попробовать надо. Так. Ступочка. Вот. Что это у нас такое? Это кориндр. Кориандр. 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 И, соответственно, у нас... И что, разминаем, да? Да, да, да. Что-то еще туда? А, вот у нас перец. Слушайте, ну смотрите как. Перец туда. Да. Перец. И вот целый надо еще туда. Вот сюда, да, наверное? Нет, нет. Сразу целым горошками прямо, да? Вот так. Кориандр я растер. Туда? Да. Туда, да, да. Все. Так. Так. Вот. Слушай, мне это интересно. Когда родителям ты сказал, что ты уезжаешь... Нет. Самое страшное было моим... Это самое. Дедушка, бабушка. Они же воевали с Россией. Меня же бабушка провожала на вокзал. С винтовкой. А я сказал, что мама, ну вряд ли меня пустят с винтовкой в Россию. Да ничего, дедушка уже сходил. Там, да, и все. Ну, конечно. Да. Вот так и... Вот так. Ага. Пиво должно быть обязательно теплым. Пиво должно быть теплым. Да. Чуть-чуть. Да. Это правило в России тоже работает. То есть немножко пива. Да, да, да. И кипятком. Да, а потом еще пиво. Потом еще пиво. Да, да. Скажи, что-то мы еще туда добавляем из ингредиентов? Нет. Нет, все, да? А лавровые листики. Лавровые листочки. Вот у нас. Да. Сколько? Штук шесть. То есть восемь. Ну да. Шесть, то есть восемь. Да. Так. Все. И вот обязательно заливаем кипятком. И все. Заливай кипятком. Давай. Слушай, а правда ли, что ты собирался, настолько ты хорошо готовишь, что собирался открыть ресторан финской кухни? Да. И собираюсь. И ты до сих пор собираешься? Да. Ой. Ну, блюдо готово. Такое ощущение. Так. Для настоящих мужиков. Да. Так, теперь еще пиво, все? Да, пиво чуть-чуть сверху сюда. Просто. Вот так. И? И в духовку. А вот сначала надо его... Ой. Я поставил на 250 первый час. 41. Прости, пожалуйста, первый час ты сказал, да? Да. Час будет не один, да? А сколько всего готовится часов это блюдо? Ну, где-то 8. Как это, кстати, это блюдо называется? Мясо по-карельски. Ну, а мясо по-карельски... Как будет звучать? Мясо по-карельски, по-фински? Карья лампаистый. Карья лампаистый. Правильно я сказал? Все. Так, ну что, закрываем. Сейчас закрываем. И? И? Все. Пожалуйста. Очень просто. Так. Проще не бывает. Действительно, проще не бывает. Самое главное ждать. Вот тут, вот когда ждешь 8 часов, вот тут расходится ментальность русского человека и финского. Ну, это вот финский фастфуд. Да, 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 да. Так, Вилли, оставляем тебя на несколько секунд на кухне. Друзья, у нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что желе в переводе с сербского означает мелодрама. Мама, у нас ЧП. Как ты вчера банку с солеными огурцами в холодильник поставила, так папка там заперся и никого к себе не пускает. Аркадий Гайдар, комендант Снежной крепости. Дорогие друзья, смах на Первом канале. У нас в гостях сегодня Вилли Ха, посалу, и мы готовим настоящие финские блюда, настоящие финские кухни. Итак, мясо по-карельски у нас уже в духовке. 8 часов должно пройти. Сейчас мы можем спокойно, не торопясь, готовить суп. Суп. Финский суп. Финский рыбный суп. Что нам нужно для финского рыбного супа? Как ни странно, рыба. Вот у нас рыба. У нас единственное что, Илья, у нас есть, ну я не знаю, я надеюсь, что это не будет проблемой, но семга у нас норвежская. Норвежская. Нет, с Норвегией у нас хорошая машина. А! С Норвегией не проблема. Все, значит, а, подожди, еще у нас треска. Да, их хватит. Подожди, да? Вот, да, да. А вот это? Можем мы это еще добавить туда? Добавь это. Из разной рыбы, давай, значит. Да, да, да. Давай тогда, знаешь, что мы сделаем? Значит, что? Сейчас надо порежет. Так, и как, режем на вот такие куски, да, виды? Да, да, да. Да? Какие-то? Да, да, да. Такие чуть более. Поменьше? Поменьше еще, да. Давай тогда вот так вот. Вот так, да, да. Вот так. Вот так. Рыба добавляется потом, да? Простите, сначала надо делать, как оно называется? Дно. Дно? Бейс. Ну, я не знаю, как это называется, суп для супа. Дно для супа, ну да. Ну, основу для супа. Основа, да, да, да. Слушай, ну вот скажи, а тяжело было вообще выучить русский язык? Да, очень легко. Да? То есть как-то все у тебя... А потому что выхода другого не было. Ну, ты в институте, ты учился на курсе... Подожди, я правильно понимаю, что ты учился... У фельштинского. У фельштинского на курсе. Да. Соответственно, подождите, правильно я понимаю, что твоими однокурсниками были Пареченков, Трухин и Хабенский. Да, да, да. Это вот из этого курса? Да, да, да. Представляете себе? И вот как-то... Скажи, а вот нету такого какого-то внутреннего чувства, ну, такого, я бы не сказал, досады, потому что они такие, знаешь, втроем. В Петербург пошли в один театр, потом все переехали в Амхат. Хорошо. А ты тоже их однокурсник, и почему-то ты пошел своей вот дорогой такой вот другой. Ну, это же хорошо. Это хорошо? Да я считаю, что это хорошо. Слушай. Нет, я вот тогда вот, знаешь, когда я поступил в театральный институт, ну, это было тяжело, конечно, потому что я в поступительных экзаменах ничего не принимал. А, кстати, подожди секунду. Ты поступил в театральный институт. Во-первых, на поступление в театральный институт нужно, как мы знаем... Стихи читать. Нужно читать стихи и басню. Да. Помню, на поступительных экзаменах мне попросили, ну, как я понял, станцевать Лебеденное озеро. Прости? Потом, оказывается, я станцевал минут пять. И потом они, сколько-то, останавливают, говорят, прости, пожалуйста, а когда стихотворение будет? То есть, оказывается... А не тогда, чтобы ты еще и читал стихотворение во время этого? Нет, оказывается, что я должен был просто читать. Но я-то почему-то мне показал, что они попросили мне станцевать Лебединое озеро. Я это и сделал, честно. А, как и они. Коварные. Коварные, конечно. Нам надо сливочное масло. Сливочное масло. Да. Значит, что ты делаешь? Я туда делаю... А ты порезал лук? Лук, морковка. Надо ли нам... Скажи, нужно ли нам поставить это на огонь, или пускай... Я сначала наберу, а потом это... То есть, слушай, вообще, я смотрю, финская кухня очень простая с точки зрения приготовления. Конечно. А вот самое главное, это хорошие продукты, понимаешь? Так, норвежская семга у нас. Ну, да. Норвежская семга – это настолько универсальный продукт, что, в принципе, ее можно использовать в любой кухне мира. Вот теперь мы поставим на огонь. Так. И начинаем тихонечку готовить суп. Значит, у нас здесь лук, натертый имбирь, морковка и сливочное масло. Сливочное масло, да. И потом сейчас еще сахар. Сахар еще? Ну, чуть-чуть сахара, надо, чтобы вот... Ну, надо, ну, не объясняй. Ну, надо и надо, ну. Да, потому что свет луку дает все равно красиво, и дает морковка. Так. А сахар просто, чтобы было приятнее. Хорошо. И потом сюда еще чеснока обязательно. Так, давай тогда почище чеснок. Ну вот, а здесь у нас рыбина. Давай. Сюда тогда часть лимончика надавлю. Так, 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 так. Потому что мы делаем это типа на маринаде. Так. Слушай, ну вот скажи, а когда ты первый раз понял, что все, тебя стали узнавать, наверное, это было после особенности национальной охоты? Я убежал с страны, бросил профессию. Ну, потому что для меня вот это вот некое вот это, ну, как это любимое слово, популярность. Да. Мне как-то это было не кайф. Не нравилось тебе, да? Не понравилось. И в этот момент мне брат позвонил, твой родной, который собирался обанкротиться, свою фирму. И говорит, приезжаем вместе. Весело будет. Вместе, вместе. Вдвоем будем банкротами. Да. Нет, я вам предложил, что давай будем спасать его компанию. Я пошел, дальнобочником пошел. Так. И очень круто это было. И где ты работал? По Скандинавию ездил, мороженые всякие штуки возил. Возил мороженые штуки. Да, всякое. Так. Это соль. Так. Крупная соль. Крупная соль. Да. Смотри, ты засыпал укропом, солью, перцем, наверное, да? Перец еще не успел. Давай, вот, вот. Да, да, да. Давай сделаем. Так. Давай. То есть мы так маринад такой делаем, да? Ну, это легкое, легкое. Маринад пока, пока это самое, там, основа варится. Так. Мы делаем это. И что же в какой-то момент ты вдруг остановился? Не, я все-таки заскучал по театру. Я пошел обратно в театр. Театр финский? В финский. Я открыл в Финляндии театр. Сам открыл театр? Хорошо, актуально. Ну, действительно. Нигде это самое не играет то, что я хочу, поэтому я должен сам ее открывать. Так. Вот мы открыли театр, ну, вот. И я никогда не думал, что я больше вернусь, например, в Россию и в кино. Я понял. Я понял, что я буду театральным актером. Скажи, чеснок мы туда? Да, да, да. Нарезаем? Да, да, да. И сколько ты проработал в театре? Ну, мы там, я работал долго достаточно. Достаточно долго. Да. И все, в Россию не возвращался? Ну, да, как-то не собирался. А друзья звонили, наверное? Ну, звонили, потом Рогушкин придумал какой-то новый фильм, позвал, ну, я приехал, естественно. И снялся. И потом уже решил не уезжать, да? Ну, да, потом уже получилось так, что я вот стал уже приезжать, потому что я уже понял, что это, в принципе, может быть, это и судьба. Вот так ты даже понял. Да, вот. Вот сейчас я лимончик сюда не дам. Давай. Вот, лимон и вот лайм. Это модное слово. А, да, это модно. Ну, это такая легкая маринада, чтобы это самое, просто, поскольку рыба там будет в супе достаточно короткое время. Чтобы она промариновавшись, быстрее приготовилась. Ну, да, да, чуть-чуть уж, да. Так, посмотри, там все у нас. Да, у нас уже тут отлично все. Тут у нас уже все отлично. Ну, мы можем сюда. Вот сейчас. Так, значит, нам нужна картошечка. Да. Как картошечку мы режем? Да, 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 режем. Как мы режем? Крупно? Крупно, да, крупно. Ну, вот такие. А, нет, нет, давай. На бумагу. Вот такие. И вот такие. Ага. Ну, вот следует вот так. Вот так, достаточно. Вот такими. Ну, то есть так не мелко. Да, да, да. Нет, ну, не мелко. Вот. Так. Вот. Теперь мы туда добавляем. У нас маринуется рыба. Так, давайте я пока открою. Что нам нужно будет? Сливки и молоко? Сливки, в основном сливки. Хотя, в принципе, у нас, у нас его едят, в принципе, сливками. Ну, просто. Вообще, просто сливочный суп. Да, сливочный суп, потому что это как раз, а там что у нас? А там у нас сливки 30-процентные, поэтому мы, они... А, это хорошо. Ну, нам нужно... Поэтому у нас молоко. Разведем, разведем молоко. Чуть-чуть, да. Разведем. А какие, какой процентность должны быть сливки вот для этого супа? Ну, я вообще использую. Самый жир, да. 30-процентный? Да, да, да. Сейчас они-то считают. Так, теперь смотрите, что происходит. Креветки. Лимончиком надавим сюда. Тоже, тоже лимон. Давай, подожди, а где у нас лимон? Чуть-чуть... А знаешь, у нас сейчас чуть-чуть лимона не вижу, давай лайма, может быть? Лайма, давай. Давай, так. Это очень хорошо даже. Они замороженные, да? Ну, да, замороженные, да. Ну, чтобы просто... Вот, отлично. Мы начинаем вот уже чё-то готовить. Давайте я скажу, что происходит у нас, дорогие зрители. У нас маринуется рыба, перец, соль, укроп и лимонный сок. Креветки тоже мы залили. Замороженные креветки залили лимонным соком по рецепту. И вилиха вас вала. Так, сюда ты добавил воды. Воды, сейчас просто. И здесь у нас, соответственно... Картошка, морковка. Картошка, морковка, лук, который в сливочном масле какое-то время. И имбирь. И потом... Вот сейчас ты должен сейчас закипеть у нас. Да, да, да. Так, хорошо, тогда я оставляю тебя на какое-то время. Хорошо. Друзья, у нас короткая пауза, после которой мы вернёмся. И вы узнаете, что мазурка в переводе с польского означает «Я прошу маргарин намазывать тонким слоем». Юрий Павлович, простите, а что это с Эмилией Львовной? Вы не поверите, она в Турции бесплатными устрицами объелась. Стивен Кинг, зелёная миля. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Билли Хаа Пасал. И мы готовим суп. Финский суп, рыбный финский суп и мясо по-карельски. Скажи, не нужно ли нам посмотреть, что с мясом? Обязательно надо, потому что как раз тот момент, когда его надо делать, температура поменьше. Открывай, я достаю. Надо просто сейчас проверить уровень воды. Уровень воды. Какой должен быть уровень воды? Вся мясо должен быть под водой. А сейчас получается чуть-чуть. Давайте, знаешь, что мы добавим чуть-чуть. У нас прямо, может быть, горячей воды? Да, в принципе, уже не важно. Вот так, вот так, вот так. Всё, всё, всё. И обратно, да? И обратно туда, да. Давай, закрывай, закрывай, открывай эту штуку. Всё, ставим. И на самом-то деле, я так понимаю, что мясо готово уже... Вот по запаху, по-моему, там уже всё хорошо. Да, но... Дальше он должен просто в собственном соку, он должен... Как можно дольше состоять. Да, да, да. Мы ставим... 175, наверное. 175. Да. Хорошо. Что мы делаем дальше? Вот, в супу мы добавляем всякого зелени и вот приправы. Приправы и зелень, да? Да. А молоко мы добавляем потом? Это потом уже вместе с рыбой. Тогда подожди-ка. Мята. Мята? Укроп, да? Укроп, петрушка обязательно туда. И всё мелко-мелко. Слушай, ну вот сейчас, насколько я понимаю, у тебя этот год прошёл и проходит под знаком нового фильма Павла Лунгина, который называется «Царь». Да, царь, да. Ну, расскажи, как тебе работалось с режиссёром Лунгиным и с такими прекрасными актёрами? Олег Янковский. Да, да. Мамонов. Скажем так, я первый раз снимался в таком... Ну, в фильме такого масштаба. То есть, где вот все декорации, огромное количество декораций, там, я научился верхом ездить, там... А ты играл, подожди, немецкого... Адвичника? Нет, это, конечно, вот... Ну, я думаю, что это мечта любого актёра попасть вот... На такой огромный такой серьёзный проект, да? Ну, серьёзный проект, но я думаю, что особенно в этом фильме огромный интерес будет и в Европе. Так, соль? Соль. Соль. Да, мы сейчас ещё туда добавим чуть-чуть укропа, точно. Чёрного перца надо. Чёрного перца добавляем. Ох, как ты, немало! Не, подожди, это не укроп, это укроп, да? Это укроп, это укроп. А, я испугался, что это чёрный перец. Не-не-не. Белого перца? Ну, ты смотри, как ты. Да-да-да. Так, хорошо. Вот. Закипает. Что дальше? Дальше мы туда накладываем сначала креветки. Так. Да? Да-да-да, туда добавляем. Ну, это же, конечно, с великими людьми играть в фильме. Четыре, пять, шесть. Паша вообще там... Семь. У меня свои видения. У Лунгена? Да. Ну, это интересно, понимаешь, это вот тот случай, когда вот ты интересен на работе, понимаешь? Я понимаю, что в разной бывает, но это тот случай, когда очень интересно, ты прямо каждое утро с удовольствием идёшь на работу. Вот. Это, конечно, это спасибо судьбе. Но, тем не менее, так, посмотри, всё, да? Ну, я думаю, что вот сейчас, пока мы, пока чуть-чуть они там... А потом заливаем уже всё, и рыбу, и всё. Да, и рыбу, и молоко. Давай пока делаем брусник. А, соус. Да. Да, это для мяса. Ты расскажи, я сделаю. Значит, что, мы берём бруснику. Бруснику. И самое надо... Засыпаем вот сюда, да? Ну, хватит, наверное. Ну, хватит, наверное, сухой. Так, сейчас сахар. Сахар, и потом просто давим. И просто давим бруснику с сахаром. Да, давай. Как много сахара нужно? Ну, сейчас это по вкусу узнаем. Значит, начнём просто, а дальше уже посмотрим. Давай, подожди, у меня смотришь, что есть. Ох ты! Конечно, сочная, сочная. Она достаточно сочная. Нормальная. Слушай, мне кажется, надо всё её так не выдавить, чтобы какие-то ягодки были, да? И морозильник поставить его. И в морозильник поставить? Ну, всё. Да? Начинаем накладывать рыбу. Выкладываем рыбу. Да. Давай. Так. Сверху просто вот так, да? Сверху, да, и потом... Промаринованную рыбу. Да. И сверху они как раз хорошо... Они чуть-чуть как-то на пару сначала. Соответственно, сейчас, наверное, можно это накрыть крышкой? Ну, чуть-чуть, да, на секунду, да. Вот так. И готовится уже с сливком, да? Да, да, да. И в основной, там, может, там, перец, соль, там, всё это уже проверяется. Ну, чуть-чуть. Ладно. Чуть-чуть. Не, ну, какое-то время, конечно, это должно ещё поставить. А, уже начинаешь переваривать, уже всё туда, да? Да, да. Потому что рыба должна как можно меньше находиться при термальной обработке. Да, да, да. Это связано с тем, что... Она развалится. Она просто развалится. А нам этого не нужно. Нам этого не нужно. Мы хотим хорошие куски. Всё, сейчас огонь бы больше можно сделать. Огонь сделал больше. Давай накроем крышку, чтобы быстрее закипело. Нет, нет, сейчас молоко туда ещё добавим. Молоко-то? Начало так. Ну, всё. Сливки? Сначала начнем сливки. Команды? Да, сколько влезет туда. А, сколько влезет? Давай-давай-давай-давай. По этому принципу у нас многие дегустируют вина. Да. Так. Ну, всё. Очень жирненький супчик будет. Да, ну да, хороший. Должен быть. Такое... Слушай, Вилли, скажи, но самым интересным для тебя, что было на съемках фильма «Царь»? Вся этот масштаб, эта массовка, эти лошади. Для меня самое, конечно... Там же оператор был, который у Клинта Иствуда, да, снимал все фильмы. Ты видел уже фильм? Нет, я же не видел ни одного фильма с моим участием. Поэтому... Ты специально не смотришь? Я не видел ни одного фильма. Ты специально не смотришь? А почему? Есть ли какая-то причина? Да, да, да. У меня такая... Я боюсь себя. Я знаю себя очень хорошо. Я боюсь, что я начинаю контролировать себя со стороны. А-а-а. А это мне не надо. Поэтому пускай другие люди смотрят. И очень удобно, когда, вот, знаешь, ты его спрашиваешь, там, журналист спрашивает, ну, как тебе фильм? А ты говоришь... Или врать не надо. Потому что я не знаю. А, слушай. А-а-а. У нас... А рыба-то, хочешь сказать, готова? Нет, рыба-то готовится. Три минуты. Три минуты. Хорошо, давай мы... С чем мы начнем? Надо с супа мы начнем. Я думаю, что да. Тогда давай, пока он доготавливается, я напомню всем, как мы его готовили. Вначале лук, имбирь и морковь мы обжариваем в сливочном масле. Потом мы добавляем туда картошку. Да. Потом мы заливаем все это водой. Да, отлично. Это кипит до момента... Пока готова. Ну, практически картошка готова. После этого мы добавляем туда много зелени. Кстати, еще чеснок мы в самом начале добавили. Добавляем туда много всякой разной зелени. Добавляем туда креветки, которые предварительно мы залили лимонным соком. После этого мы добавляем туда рыбу, которую мы мариновали в лимонном соке, в перце и в соли. И заливаем сверху все это жирными сливками. Да. Вот это будет настоящий финский суп. Это настоящий... Сейчас мы проверим, как это на самом деле. Рыбацкий. Давай тогда... Ну ладно, промес. А ты соленые любишь? Да нет, не очень. Ну тогда все, тогда нормально. Тогда все нормально, да? Тогда нормально. Итак, настоящий... Вот, наконец-то. Теперь мы знаем, когда финны снимают шапку. Тогда суп готов. Итак. Это вещь. Слушайте, ну очень вкусно. Я... Так. Ну тогда... Попробуем мясо. Я напомню всем, как мы его тоже готовили. Ну, собственно, там все понятно. Свинина, говядина, баранина. Да. Крупными кусками нарезали. Лук порезали крупно на дно. Сверху мясо. Сверху перец, соль, чеснок. Да. Имбирь. Сверху имбирь натертый. Обязательно. Сверху мы положили зелени. Да. Много всякой разной. Лавровые листы. Лавровые листы. Это обязательно. Кориандр. Сухой. Перец черный. Пиво. Потом все это мы заливаем чуть-чуть пивом. Горячей водой. Кипятком. И если нужно будет, воду можно доливать в процессе. Самое главное, что чем дольше вы это готовите на маленьком огне, да, в духовке, на совсем... На ночь можно оставить там. Можно оставить на ночь. Да, да, я обязательно делаю на ночь. Это вещь, которая готовится очень долго и получается... Конечно, у нас... Сверху перец. Сверху. Друснички. Давай. И вот, друзья, представим, что мы только что спилили с вами огромную сосну. Ну, поторопились чуть-чуть. То есть, ну, часов на пять раньше бы, да, это... Мясо готово. Мясо готово. Друзья, я врать вам не буду. Это вкусно. Это вкусно. Вилли, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Ты нам накрыл финский стол. Поэтому от нашего спонсора корзина душистого, цейлонского, ароматного чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения для тебя. Это, дорогой Вилли, еще не все. Всемирно известный производитель посуды премиум-класса, компания ТАППВ, дарит тебе уникальные изделия. Набор составных лотков для холодильника и сотейник «Мираж». Начни модный сезон вместе с ТАППВ, Вилли, это тебе. Ой, спасибо. Подожди, это еще не все. От нашего спонсора ты получаешь фильтр «Аквафор», который при помощи волокон «Аквалем» вот таким вот образом делает воду чистой. Все это тебе. Держи. Друзья, в гостях был замечательный актер, телеведущий Вилли Хабасова. Вилли, спасибо огромное. Смотрите все фильм «Царь» в прокате. Друзья, у нас короткая пауза на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что «Рафинад» в переводе с казахского означает, извините, «Рафик Нишанович живет этажом выше». Спасибо. 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 Спасибо.